Всем привет вы находитесь на канале компьютерной радости и сегодня я вам хочу показать как произвести калибровку на своем компьютере. Это необходимо сделать если вы переустановили windows или windows обновился или произошла системная ошибка и многие программы в том числе и photoshop требуют калибровки монитора и давайте сейчас я вам покажу как это сделать без сторонних программ. Теперь нам необходимо зайти в параметры, для этого нам необходимо нажать на кнопку пуск вот здесь вот в левом углу внизу, нажимаем у меня здесь есть параметры, но это я вывел сам сюда в эту панель, а вам надо найти вот здесь вот среди программ. Опускаемся вниз и находим эту программу. Вот эта программа параметры, нажимаем на нее, теперь выбираем здесь система, экран звук уведомления питания, нажимаем сюда, у нас открылось вот такое окно и теперь нам необходимо нажать дополнительные параметры дисплея, нажимаем сюда. Здесь нам необходимо выбрать свойства видео адаптера для дисплея, нажимаем сюда. Теперь здесь нам необходимо выбрать управление цветом, вот здесь вот нажимаем, теперь нажимаем управление цветом, здесь выбираем подробно и теперь как видите здесь есть пункт такой откалибровать экран. Нажимаем сюда и у нас открылось окно начала калибровки вашего монитора, но есть легкий и простой способ как открыть это окно, сейчас я вам его покажу. Для этого необходимо опять нажать на пуск, теперь здесь нам надо опуститься вниз среди этих программ, которые у вас установлены, найти служебные windows и вот здесь есть пункт выполнить, нажимаем сюда и теперь нам здесь необходимо вписать английскими буквами dssw и нажать кнопочку окей и у нас открывается сразу окно калибровки вашего монитора и теперь можно уже приступать к выполнению этих действий. Здесь необходимо нам нажать далее. После того как нажали далее у нас открылось вот такое окно, но мы продолжаем и нажимаем далее. Теперь вот здесь прочитайте, во время настройки гаммы на следующей страницы попытайтесь сделать так, чтобы полученное в результате настройки изображение было похоже на рисунок хорошая гамма, расположенная ниже. Вот так выглядит нормальная гамма. Теперь нажимаем далее. Вот мы нажали далее и как видите у меня сразу в принципе нормальная гамма. Если у вас не так, можете вот с помощью вот этого вот ползунка подобрать себе нужную вам гамму. Теперь нажимаем далее. У нас открылось вот такое окно и здесь написано, если элементы управления яркости и контрастности недоступны, нажмите кнопку пропустить настройки яркости и контрастности. Я этого делать не буду, я просто нажимаю далее. У нас открылась такая вот настройка. Во время настройки яркости на следующей странице постарайтесь сделать так, чтобы полученное в результате настройки изображения было похоже на рисунок хорошая яркость, расположенная ниже. То есть вот этот рисунок у нас должен быть такой же на следующей странице. Давайте перейдем далее. Вот у нас этот рисунок и как видите меня в принципе все устраивает. Вот здесь вот написано с помощью элементов управления на экране, задайте уровень яркости так, чтобы рубашка не сливалась с костюмом, а буква Х была еле видна. То есть вот эта буква Х должна быть еле видна, в принципе меня все устраивает, рубашка отличается от костюма, поэтому я нажимаю далее. Во время настройки контрастности на следующей странице постарайтесь сделать так, чтобы полученное в результате настройки изображения было похоже на рисунок хорошая контрастность. То есть вот этот вот рисунок. Нажимаем далее. С помощью элемента управления контрастности на экране, задайте наиболее высокий возможный уровень контрастности без потери отображения складок и пуговиц на рубашке. Ну в принципе меня все устраивает, я все вижу отличие пуговицы рубашки, я нажимаю далее. У нас открылось вот такое окно и здесь у нас написано настройки баланса цветов, определяет как будут отображаться на экране оттенки серого. Чтобы удалить цветовой оттенок из серых полосок переместите ползунки красного, зеленого и синего цветов на следующей странице. Для продолжения настройки нажмите далее. Нажимаем далее. У нас открылось вот такое окно, но в принципе меня все устраивает, но если вас не устраивает, вот здесь внизу есть ползунки, если хотите воспользуйтесь ими и настройте под себя все эти цвета. Я нажимаю далее. Чтобы сравнить эту калибровку с прежней, выберите прежняя калибровка и текущая калибровка. Мне это не надо, я просто сейчас нажму текущая калибровка, но обратите внимание, что здесь внизу стоит галочка. Запустить средство настройки, clear type после нажатия кнопки готово для обеспечения правильности отображения текста, рекомендуется. Нажимаем текущая калибровка и нажимаем готово. У нас открылась вот эта вот программа, можно так сказать clear type. Технология clear type делает текст, который вы видите на экране более четким и удобным для чтения. Нажимаем далее. Опять нажимаем далее и здесь выбираем тот текст, который вы лучше видите. Я допустим вижу вот этот вот. Нажимаем далее. Здесь опять выбираем тот текст, который вы лучше видите. Можно вот так вот просто щелкая мышкой левой кнопкой мыши выбрать тот текст, который вы лучше читаете. Нажимаем далее. Меня здесь тоже устраивает все. Нажимаем далее. В принципе, вот такой текст меня устроит. Нажимаем далее и здесь меня устраивает все. Если не нравится, можете опять я говорю левой кнопкой мыши выбрать тот текст, который вам больше нравится и нажимаем далее. Настройки отображения текста на мониторе завершена. Готово. Ну все друзья мои, мы совершили с вами настройки калибровки монитора и настройки текста на вашем компьютере. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.